Лекция к Абхагаваджите, как она есть. Второй год, тринадцатый текст. Нью-Йорк, 1974. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Итак, это слова Верховной Личности Бога Бхагавану Ватча Вы не являетесь телом Первый урок в духовной науке это узнать, что я отличен от тела Это начало Так называемые йоги упражняют тело изучают психологию ума с помощью карт и тому подобных уловок Но наша философия состоит в том, что мы не являемся телом Тогда как с помощью физических упражнений мы можем достичь духовного просветления? Если я не являюсь телом, тогда как я могу осознать себя с помощью одной только гимнастики? В этом ошибка кармии, гьяни и йогов Кармии Те, кто действует ради плодов, материалисты хотят телесных удобств Их единственная цель – доставить телу наилучшее удобство Это тело подразумевает чувства У нас есть глаза, уши, нос, рот, язык, руки гениталии, множество чувств Если мы смотрим на мир с позиции тела сразу же возникает необходимость в чувственном удовлетворении Но Кришна говорит Арджуне «Ты не тело» Поэтому мой интерес не зависит от телесного комфорта Люди не знают об этом В настоящий момент, в эту эпоху Все только и делают, что удовлетворяет чувства Это принцип атеистов Был, например, великий атеист Чарва Камуни В Индии были философы всех мастей На Западе таких знаний немного Но Индия – это колыбель всевозможных философий Была и атеистическая философия Чарва Камуни является главным среди философов-атеистов Он исповедовал гедонизм Западная философия основана на гедонизме То есть, ешь, пей, веселись Такова философия Пока у тебя есть это тело Ешь, пей и наслаждайся Чарва Камуни также сказал В Индии высшим наслаждением считается удовлетворение языка Наслаждение вкусом Да и везде так Здесь тоже Наслаждение языка Итак, если мы хотим обуздать свои чувства Поэтому Бхактинота Кур, следуя поступам предшествующих ачарьев, сказал Контролируйте свой язык Контроль языка И в Бхагавате также говорится Этими слепыми чувствами мы не можем понять Кришну Это невозможно Эти чувства столь несовершенны, что вы не можете получить с их помощью совершенное знание Ни материальное, ни духовное Это невозможно А так Даже если вы не можете постичь в совершенстве отношения этого материального мира Например, они изучают Луну, ближайшую планету Помимо этой Луны существуют миллионы и триллионы других планет Они ничего про них не могут сказать Потому что чувства несовершенны Как вы можете понять? Скажем, я могу разглядеть объекты на расстоянии не больше мили Но если речь идет о миллионах и триллионах милей, то как можете вы воспользоваться своими чувствами и получить совершенное знание? Пользуясь этими чувствами, вы не можете познать в совершенстве даже материю, что говорить о Боге и духовном знании Это далеко за пределами ваших представлений Мана Сагочара Поэтому Шастра говорит о Тахше Кришна Намади на Бхавет Грахям Индриях Если вы хотите познать Бога путем умственных рассуждений, то это называется философией лягушки Доктор Лягушка подсчитывает размеры Атлантики, сидя в своем колодце Это называется лягушачьей философией Вы не можете постичь Тогда как это возможно? В следующей строчке говорится Сэвон Муки Хиджихвадо Сваям Эвас Пурати Если вы займете свой язык в служении Господу, Он откроет вам себя Он откроет Это называется откровением Поэтому мы должны обуздывать свой язык И чем занимается язык? Язык испытывает вкус и издает звуки Итак, издавайте звуки в служении Господу Хария Кришна Хария Кришна значит О Кришна, О Энергия Господа Пожалуйста, займи меня в служении вам Таково значение Хария Кришна? Другого значения нет О мой Господь Кришна И особенно О Энергия Кришна, Радхарани Пожалуйста, займите меня в служении вам Как Наратам Дастакур говорит Мой Господь Кришна Ты известен как сын Нанды Махараджа И твоя вечная спутница Радхарани И твоя вечная спутница Радхарани Также известна как дочь царя Вришабхану Вы оба здесь Теперь я пришел к вам Пожалуйста, будьте милостивы ко мне Вот что значит Хария Кришна Пожалуйста, будьте милостивы ко мне Не лишайте меня своих лотосоподобных стоп Не пренебрегайте мной Не отталкивайте меня от ваших лотосных стоп Я считаю, что если Кришна оттолкнет нас своей стопой То в этом наша великая удача Понимаете? Если Кришна толкнет нас своей стопой Уходи! Это также великая удача Что уж говорить о том, если Он примет нас? Например, когда Кришна топтал клобуки калии Жены калии взмолились Наш дорогой господин, мы не представляем, насколько удачлив этот преступник калия Что ты топчешь его своей стопой На прикосновении твоей лотосной стопы медитируют великие мудрецы Святые пытаются размышлять об этом миллионы лет Но этот калия, мы не знаем, что он сделал в своей прошлой жизни Что ты даровал ему такую удачу, топча его клобуки Итак, таково наше положение Мы не можем понять Кришну Помозрительно, пользуясь ограниченными чувствами Это невозможно Мы должны служить Севон муки хи джихвадо, начиная с джихвы, с языка Язык Величайший враг Но и также величайший друг Если вы удовлетворяете прихоти языка Курите, пьете, едите мясо и так далее Тогда он первый ваш враг Но если вы не потворствуйте ему Если можете контролировать язык, тогда вы можете владеть всеми своими чувствами Автоматически Автоматически Мы должны всегда использовать для прославления Верховного Господа Такова обязанность языка Языку нельзя позволять есть что-либо, кроме Кришна Прасада Тогда вы будете свободны Благодаря лишь контролю языка Но позволив языку делать все, что тот хочет Вы сильно усложните себе жизнь Итак, духовное образование, как говорит Кришна Начинается с понимания отличия себя от тела И того, что удовлетворение чувств не является моим предназначением Потому что я не тело Если я не являюсь этим телом, то зачем мне тратить время Только на удовлетворение своего тела Тело состоит из чувств Это первый урок Карми, гьяни, йоги пытаются удовлетворять побуждение тела Карми делает это напрямую Ешь, пей, веселись, наслаждайся Такова их философия Гьяни тоже просто пытаются понять, что я отличен от тела Нети, 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 нети Это не это, не то, не это, не то Йоги также стараются Обрести власть над своими чувствами Благодаря физическим упражнениям хатха-йоги Центром их деятельности является тело Тело центра деятельности А наша философия начинается с понимания отличия нашего я от тела Когда они получают степень магистра в изучении этого тела Тогда, возможно, они смогут понять свое предназначение Но наша философия начинается с понимания того, что вы не тело Это уже аспирантура Ты не тело Таково наставление Кришны Мы виделись со многими влиятельными политиками и учеными в Индии Они пишут комментарии к Бхагавадгите Но основываются на телесном мировоззрении Мы видели в нашей стране великого лидера Махатму Ганди На фото он стоит с Бхагавадгитой Но что он делал всю свою жизнь? Держался телесных представлений Я индиец Я индиец Национализм Это материалистический подход к жизни Я индиец Я американец Я канадец Но мы не тело Тогда зачем говорить Я индиец Я американец Я канадец У них нет знаний Они рассуждают о жизни с позиции тела Они погружены в эти представления И при этом опираются на авторитет Бхагавадгита Это просто смешно Но Бхагавадгита с самого начала учит Ты не тело Они же придерживаются телесных представлений Просто попытайтесь понять их положение Как же они смогут понять Бхагавадгиту? Если человек считает Что я принадлежу этой нации Я принадлежу этой семье Я принадлежу этой общине Я принадлежу этому культу Этой религии Все это телесное мировоззрение Йоги также пытаются обрести понимание за счет гимнастики Гьяни пытаются До конца осознать свое отличие от тела А карми не могут этого понять Они подобны животным Животное не может понять свое отличие от тела Поэтому фактически Карми, гьяни, йоги Возможно, лишь ненамного поднялись над животными Они по-прежнему остаются на уровне животных Хоть и немного превосходя их Я привожу такой пример Возможно, вы его уже слышали Сухая сторона испорожнений В Индии народ справляет нужду прямо в поле К концу солнечного дня Верхняя сторона испорожнений высыхает А нижняя по-прежнему влажная И кто-то говорит, эта сторона очень хорошая Но это невежество Ведь, в конце концов, это испорожнение Как с этой стороны, так и стоит Так эти негодяи Придерживаются телесных представлений Они думают, я националист, я йог, я это, я то Понимаете, вот вам и философия Пока вы считаете себя телом Вы не лучше животного Такова философия Бхагаваты Вы животное Вы животное Итак, Гокара значит... Го значит корова Гхара значит осёл Животное Кто же это? Ясятмабуды Кунапе Тридхату Этот мешок из Тридхату Капапитаваю Если человек думает, это тело и есть я А всё, что с ним связано Моя семья это те, кто связан с моим телом Общество, дети, жена, страна Поэтому они мои Итак, Ясятмабудхи Свадхи Свадхи Значит думать Они мои, а я их Свадхи Калатра Дишу Калатра значит жена Благодаря жене у нас появляются дети Так мы Расширяем своё существование Используется санскритское слово СТРИ СТРИ значит расширение Сейчас я одинок Но как только у меня появляется жена Она становится двое Затем трое, четверо, пятеро Это называется СТРИ Это наша экспансия Материальная, телесная экспансия Иллюзия Эта иллюзия усиливается Я тело и всё, что с ним связано Это моё Ахам значит я А мама значит моё Пока человек придерживается телесных представлений Его иллюзия усиливается Она не будет ослабевать Поэтому первое наставление Кришны Арджуне Ведь если бы Арджуна не находился в этой иллюзии Я тело, а на другой стороне мой брат Мой дед Мои племянники Все мои родственники Как я могу их убить? Это иллюзия Поэтому Чтобы рассеять эту иллюзию Эту тьму Кришна начинает С первого урока Ты не тело Тебе придется сменить это тело Как это уже было с тобой раньше Ты уже сменил несколько тел Ты был младенцем Ты поменял своё тело На тело ребёнка Ты поменял своё тело на тело подростка Затем ты поменял его на тело юноши Ты меняешь его на тело старика Ты уже много раз менял его Точно так же Пройдёт ещё одна перемена Тебе придётся принять другое тело Очень простая логика Ты уже менял тела Потому что они придерживаются телесных представлений Я тело и смена тела не происходит Но тело меняется В этом можно практически убедиться Но тем не менее, он не поверит Тому, что ему придётся сменить это тело на следующее Но это очень логично Подобно тому, как мы уже многократно меняли это тело Мне придётся его поменять опять Поэтому разумный человек должен попытаться понять Какое тело я получу в будущем Это признак разума Об этом также говорится в Бхагавадгите О том, какое тело вы можете получить Если вы хотите отправиться на высшую планетарную систему, где сотни, тысячи и миллионы лет живут полубоги Например, Брахма Вы не сможете даже подсчитать один день Брахмы На высших планетах Возможности для чувственного наслаждения и продолжительность жизни в тысячи раз выше Иначе зачем карме так хотят на райские планеты? Итак, если вы хотите попытаться попасть на райскую планету Вы можете это сделать Кришна говорит, вот путь, например, для того, чтобы отправиться на Луну Требуется огромное мастерство и знание В совершении кармической деятельности Ритуалов Кармаканды Благодаря Кармаканде, благодаря вашим благочестивым поступкам Вы можете вознестись на Луну Об этом говорится в Шимадбагаватам Но вы не можете попасть на Луну Следуя Собственному изобретенному методу Мы доберемся до нее с помощью силы наших реактивных аппаратов и спутников Предположим, я купил в Америке хорошую машину Если я захочу Без спроса вторгнуться в чужую страну Разве это возможно? Нет Вы должны получить паспорт, визу Вы должны получить разрешение у правительства Только тогда вы сможете въехать Пусть у вас даже очень хорошая машина, вам не позволит заехать Мы не можем сделать это через силу Это глупая Попытка ребячества Они не могут туда попасть Поэтому сейчас они прекратили эти попытки Они уже не говорят об этом Они осознали свой провал Что так не получится Но возможность есть, вы можете туда попасть, если Воспользуетесь принятым методом Вы можете оказаться там Подобным образом Вы можете попасть на Петрилоки Предлагая Шатху и Пинду Вы можете оказаться на Петрилоки И вы также можете остаться здесь, на этой планете Бутайча И вы также можете вернуться домой, к Богу Так кто же разумен? Если вы спросите, что лучше Отправиться на райскую планету или вернуться домой, к Богу Кто же разумен, если вы спросите, каковы блага достижения планеты и возвращения к Богу Об этом говорится в Бхагавадгите «Если ты придешь ко мне, тебе не придется вновь рождаться в этом материальном теле, исполненном страдании Ты останешься в своем духовном теле Итак, наше движение сознания Кришны предназначено для того, чтобы помочь всем живым существам возвыситься Конечно, это не для всех Это очень сложно Но всякий, кто принял это движение сознания Кришны Если он следует принципам Тогда он непременно вернется домой, к Богу В этом нет сомнений Но если вы отклоняетесь Если вы хотите привлечься Майей То это ваше дело Но мы даем вам знания Вот путь Простой путь Повторяйте Маха Мантру Харе Кришна Очищайтесь Будьте всегда свободны от уст материи И Тяктва Дегам Если вы просто попытаетесь понять Кришну То тяктва Дегам Оставив это тело Мамэти Ты придешь ко мне Такова наша философия Это очень просто Все объяснено в Бхагавадгите Попытайтесь осознать это И проповедовать Этот путь во благо всего мира Тогда все будут счастливы Спасибо вам большое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! За время появилось это просто Из Desktop Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok